Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной рецепт из серии. Увидел интересную картинку в интернете, решил повторить. По отдельности и пудинг ёпшишеский на канале был, и колбаска достаточно похожая, но вместе в таком варианте приготовления, в таком сочетании я не показывал. И я предполагаю, что пудинг, который готовится на жиру, вытапливающейся из такой колбаски и готовящейся вместе с ней будет особенно вкусным. Ну а что колбаска получится замечательная. Думаю, упоминать не стоит. Приступим. Но сначала немного рекламы. Очень для вас полезный. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Не перематывайте! Спонсор сегодняшнего ролика кулинарный проект Food.ru с его акцией. Вышли рецепт и получили сертификат на покупки в пятерочке. Сайт переполнен самой разнообразной информацией. Здесь кухонные лайфхаки, инструкции от лучших шеф-поваров, статьи о любимых блюдах, кулинарные новости и тысячи рецептов. Каждый рецепт снабжен пошаговыми фотографиями и подробнейшими инструкциями. Громовки, перечень ингредиентов – никаких вопросов. Причем сайт гарантирует качество. Все материалы и рецепты в том числе проходят модерацию. Надоело ломать голову, что приготовить на ужин или на очередной праздник? Бегом на сайт. Устали есть одни и те же салаты? Сотни новых идей ждут вас. Уйти с сайта без идей, вкусного завтрака, обеда, ужина – просто нет никаких шансов. Кроме того, на сайте есть разделы здорового питания, детского питания, заготовок, мужской кухни. И самое главное – Фудру проводит акцию. Вы получаете сертификаты на покупки в пятерочке просто за высланные рецепты с фоточками. Пришли в гости к маме и она готовит вам вашу любимую мега-глазунью из 10 яиц на сале с половиной батонной докторской. Сделали фоточки телефоном, записали рецепт и отправили на сайт. Получите сертификат. Будет на что купить продуктов для второй такой же яичницы героя. Варите утром себе кофе с корицей, кардамоном и лимонной цедрой? Поделитесь фотографиями и рецептом и получите сертификат. Все просто. Обязательно используйте промокод, заливайте на сайт оригинальный рецепт с фоточками и получайте сертификат на покупочке. Ссылка находится в описании. В панировочные сухари заливаю ледяной водой и отправляю их в холодильник. Мне понадобится черный перец попозже, разотру его в ступке. Мясо нарезаю удобными для мясорубки полосками. Лук-порей тоже. Ну и все вместе пропускаю через мясорубку. Решетка мясорубки у меня с диаметром отверстия аж 8 миллиметров, потому что колбаски такие традиционно делаются из очень грубого фарша. Соль, сахар, черный перец сюда. Сухари впитали в себя всю воду, их тоже к фаршу. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца с алиэкспресса в натуральную свиную череву. Я его замочил примерно полчаса назад в прохладной воде, естественно промыл перед этим. Хранится он у меня в холодильнике, в соли, не в морозильнике, просто в холодильнике. Очень долго хранится, прекрасно себя чувствует. Вообще это правильно. Камберленская колбаса должна быть длиной около полуметра и сворачиваться улиткой. Но для сегодняшней подачи более красиво и правильно, считаю, сделать колбаски покороче и разложить их на сковороде более просторно. Потому что на одной большой сковороде я хочу приготовить сразу четыре порции. В колбасу такого калибра длиной полуметра влезает где-то 500 граммов фарша. После обжарки, когда жир вытопится, останется там граммов 400. Ну, согласитесь, 400 граммов, размазанных на четыре порции, ну, как-то грустновато выглядит. Духовка у меня уже раскочегарилась, можно приступать. Колбаски на сковороду. И в духовку. Температура 180, верхний, нижний жир. А сейчас нужно максимально быстро приготовить тесто для пудинга и влить его к колбаскам. Потому что всего к колбаскам готовится минут 40-45, а пудингу 35-40. То есть у меня всего 5 минут на смешивание. Я успею, не переживайте. Яйца надо взбить в пену с солью. Теперь муку сюда и молоко. И бегом к духовке. Красота какая. Важный момент. Тесто для пудинга надо вливать обязательно в раскаленный жир. Процесс пошел. Пока приберусь на кухню. Вот такой вот пудинг. Очень вкусный блюдинг. Блюда сразу два в одном. Сначала, конечно, колбаска. Посмотрите, какая. Сочная. Просто супер. Я обожаю такую колбасу. Потому что это, по сути, получается котлета в оболочке. Но при этом дико сочная. Дико сочная. Если вы попробуете из такого фарша, с таким содержанием лука, воды, вот этих самых сухарных крошек хлеба, приготовить котлету, то она у вас на сковороде вся расплывется, расползется. Потому что слишком жидкий фарш получается. Слишком сочный. А колбасная оболочка все это дело удерживает. Это дико вкусная колбаса. К тому же с большим количеством перца. Она очень пряная. Просто обалдеть. Обалдеть. Так, ну и теперь пудинга. Пудинг. Ну, пудинг, я думаю, и пудинг. Да. Это нечто среднее между хлебом и яичницей, что ли. Омлетом. Ну, не совсем так, конечно. Потому что она еще пропитывается вот этим жиром, вытопившимся из колбаски. И вместе получается классно, здорово. Но ничего особенного. Ну, в принципе, такой способ приготовления. На мой взгляд, это вот такая вот штука. Очень вкусно. Рекомендую попробовать. Приготовьте. Это классно. Ну и подача, кстати говоря, прикольная. Видите, да? Интересная. Огромное спасибо за компанию. За лайки, дизлайки, репосты. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь. Пиндюрить не дизлайк. Не обижусь. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok